Переходим к тому, что мы вернемся. Первая мысль, которая обязательно возникает, это, что это означает НЕПЛИНОМИАННОЕ. К сожалению, эта мысль неправильная. Буквь R, на самом деле, означает слово НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ и НЕДЕТЕРМИНОМИАННОЕ для НЕДЕТЕРМИНОМИАННОЕ для НЕДЕТЕРМИНОМИАННОЕ алгоритма. Но, честно говоря, НЕДЕТЕРМИНОМИАННОЕ алгоритмы это такая вещь довольно сложная и в реальности не существующая. Поэтому я по-другому объясню, что такое НЕПЛИНОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИАННОМИЕ. Так что вот расшифровка как-то повисает сам по себе, а что это такое я объяснил. Немножко в других терминах, но и квадем. Естественно. Переносимся из XVIII века самостанет Юнигсберга в XIX век, в котором жил великий ирландский математик Уильям Робоин Гамильтон. И на самом деле он очень много чего делал. И в какой-то момент из его математических взысканий получилась настольная игра. И сейчас я расскажу, как эта настольная игра была устроена, а потом уже перейдем к задаче. Это была площадка такая вот символенная. Возможно, некоторые из вас узнают, что это такое рисунок. Так, ну что, узнаете? Это ДДК, да. Да, это ДДК. Надеюсь, я уже нарисовал вот эту часть. Этопологически все нормально. В общем, у него, конечно, она такая... Вообще-то называлась игра ИКУСИА. Значит, здесь была такая вот доска в форме ДДК, и там даже были две версии. Одна вот такая с разверткой, а другая, где прям такой ДДК на палочке был, и там, соответственно, в вершину можно было втыкать разные фишки. Вот. А игра сначала в следующем. Первый игрок расставляет пять фишек с номерами от одного до пяти, видя, вот как, вот, какой-то последовательности. Да, например, вот. Вот. А второй игрок должен все остальные фишки с номерами от шести до, соответственно, двадцати. Оставить таким образом, чтобы в порядке прохождения номеров были легкие. Ну, в данном случае можно прикинуть что-то будет. Надо давить. Шесть, семь, восемь, девять, десять, шиннадцать, двинадцать, тринадцать, шиннадцать, двадцать, шестнадцать, семьдадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. В общем, расставить все остальные номера так, чтобы между соседними номерами было легло. И с двадцатого оно было попасть. Это здесь, на самом деле, всегда можно. То есть, как бы первый не раздавлял первый играть, всегда это можно продолжить по такому пути. Ну и, соответственно, если второй не смог расставить, то первый победил. Если второй смог расставить, то второй победил. Ну, наверное, там иритированное время было, чтобы интересно было играть. Соответственно, сам Гаммельтон это получил из некоторой своей алгебры. И вообще называется игра Экосиадр, потому что он любил алгебру Экосиадр. Может кто-нибудь слышит вот такие каутернионы, где еще автавы бывают. В общем, Экосиадр тоже имеет алгебры. Удивительно, что, ну лично мне кажется, что если такую игру играть, то как? Можно просто посмотреть внимательно, как ее продолжить. Да, ее можно сообразить. Вот. А сам Гаммельтон, когда играл в эту игру, будучи вторым, он в уме проделал некоторые операции вот из этой алгебры, и уже из них получал ответ, как, соответственно, это пусть продолжать. Так вот, эта игра имела некоторый даже ограниченный коммерческий успех, и некоторые экземпляры сохранились, да, в некоторых музеях хранятся прямо настоящие середине ХХ века образцы вот этой вот игры. Ну а математические понятия, которые из нее возникли, это Гаммельтонов путь и цикл. Гаммельтонов путь в графе. Это путь, который проходит ровно один раз через каждую вершину. Ну и так, на первый взгляд, кажется, что здесь отличие в одном слове. Уиллер было один раз через каждое ребро, а здесь один раз через каждую вершину. Кажется, что отличие очень маленькое. Но на самом деле оно большое, и никакого аналога вот этих теорем для Гаммельтонов пути не известно. Известно только отдельно необходимые, отдельно достаточные условия. Да, значит, вроде того, что, ну, например, если у вас есть три висячие вершины, то тогда Гаммельтонов пути не может быть. Да, висячие вершины, то есть их менять. Да, если вершины висячие, то и такой путь обязан либо начинаться, либо заканчиваться, потому что туда и обратно уже нельзя пройти, да, сосреди вершины будет дважды посещены. Да, поэтому если их одна или две, то еще можно надеяться, что получится пройти, а если их три, то уже никак. Вот, это, там, необходимые условия. Ну, это достаточные условия, как бы говоря, если ребер достаточно много, то тогда уж как-нибудь смогли пройти. Да, там, есть. Есть, там, признак, что если всего N вершин, и у каждой степени больше, чем N пополам, то тогда пусть есть. Это не совсем никакой доказывается, но, в общем, мы видим очень сложно. Важно, что нет. Значит, есть аналоги вот этой теоремы, что там что-то должно быть, но нет аналога вот этой теоремы. Нет аналога такого условия, которое выполнено тогда и только тогда, когда есть габетонный путь. Ну, что значит нет? В принципе, это самоупредение некоторых условий. Да, самоупределение некоторых условий. Но проблема в том, что его непонятно как проверять. Да, вот как проверить, есть пути или нет? Ну, вообще-то как-то можно проверить. Потому что, смотрите, у вас есть какие-то вершины, да, их можно пронумеровать с первой по N. Да, значит, есть вершины 1 и так далее N. Ну и уж хоть какой-то алгоритм можно сделать, например, такой. Что такое общий путь, если там ровно один раз каждая вершина? Можно считать, что это перестановка. Да, в принципе, любой габетонный путь учителяется перестановкой. Первая решита такая, вторая другая, третья, еще третья и так далее. Каждая решита ровно один раз. Да, поэтому любая перестановка это как бы кандидат в то, что это габетонов путь. Значит, кандидат в габетонов путь. А как проверить, подходящий этот кандидат или неподходящий? Не в конце раз достаточно. Ну, нужно просто каждый раз проверять, что между соседними номерами на самом деле есть ребро. Т.е. написано, что сначала пришли на 1-й в пятый, а потом в 8-й. Ну и надо проверить, есть ребро из 5-й или нет. Потом из 8-й пришли в 25-й. Нужно опять проверить, есть ли ребро из 8-й в 25-й или нет. А потом из 25-й там в 17-й. Нужно проверить, есть ли ребро между 25-й и 17-й или нет. И так далее. Значит, и так далее, соответственно, по всем парам пройти. И если каждая пара на самом деле образует ребро, значит, это перестановка гамильтонового пути. И есть переборный алгоритм. Переборная процедура, чтобы просто все эти перестановки по очереди перебрать и каждую из них проверить, является она гамильтоновым путем или нет. Ну, а как вы думаете, сколько такой алгоритм будет работать? Довольно. Довольно долго. Как можно отработать долго? Довольно. Потому что разных перестановок очень много. Значит, это проверить все перестановки по уличам. И если одна есть подходящая, то сказать, да, есть цикл. Если ни одна не подошла, значит, все перестановки. Если хотя бы одна подошла, то вернуть ответ, да, есть цикл. Или есть путь, смотря, что мы проверяли. Ну, а если ни одна не подошла, то сказать, нет. Может, вернуть. Да, если хотя бы одна подошла. Ответственно, иначе можно вернуть клиент. Так сколько времени этот алгоритм будет работать? Пока он не дойдет, да-да. Ну, да. Там, конечно, может очень повезти, а он очень сразу, очень быстро найдет. Да, ну, например, если вообще все львы есть, тогда этот алгоритм быстро сразу будет. Да, это, значит, полный граф. Но это неинтересно. Интересно, когда там неочевидно, да, неочевидно, не то и другое. Ну, а с этого, если на самом деле ответа нет. Если ответа нет, то на самом деле, то алгоритм обязан будет перебрать все вообще перестановки. А сколько перестановок? Эндвекториал. Эндвекториал. Да, то есть тут получается, что время работы будет порядка n-фекториалов. Ну, а n-фекториал очень быстро растет. Да, ну, например, это будет больше, так, ну, там есть форма стилинга, в общем, да, ну, конечно, не очень важно, да, достаточно сказать, что это больше, чем, ну, там, больше не браво, да, больше не браво, чем в автеканиене, начиная, наверное, с трога, сейчас, с четверки, да, больше не браво. Как сравнить, когда n-фекториалов в кубе и 2 в степени n? Ну, да, конечно, для маленьких чисел n-фекториалов в кубе больше, чем 2 в степени n. Да, например, 5 подставьте. Значит, 5 в кубе, 125, да, 2 в 5, это 32 всего лишь. Да, там, 6 в кубе, это 216, да, 2 в 6, это 64. Да, то есть, для маленьких чисел n в кубе это еще больше. Но дальше, да, вот когда n-фекториалов в 10, это примерно одинаково. Да, 10 в кубе это 1000, а 2 в десятой тысяча 24. Да, вот как раз у меня уже перегнала экспонента. Но дальше, если мы возьмем, например, 20, да, то 20 в кубе это 8000, а 2 в 20, это уже больше миллиона. Значит, дальше возьмем 30, 30 в кубе это 27000, да, а 2 в 30, это уже больше миллиарда. И так далее, да, и получается, что... Ну, а предположим, что вы на своем компьютере можете, там, скажем, несколько миллиардов операций сделать. Да, ну, там, у нас самая базовая операция, да, вот частота процессора, да, у вас чем-то гигагерцем. Да, это как раз означает у вас чем-то миллиарда базовых операций. Ну, и получается, что пока у вас n в кубе дойдет до миллиарда, n до 1000 найдет. Да, 1000 в кубе это миллиард. И вплоть до размера там тысячи или несколько тысяч, вы можете решать ваши задачи. Вот, а здесь уже 2 в 30 будет даже миллиарда, 2 в 40 уже будет тысяч миллиардов, триллион. И уже там дальше, там, 50-60 уже никакой надежды нету. Да, то есть даже если вы купите, там, 10 компьютеров, вы сумеете как-то распараллелить, да, все равно задача большого размера, если у нас инфинциально растет сложность, да, никакой надежды решения нету. Поэтому, это, конечно, хорошо, что есть такой алгоритм, но практической пользы в нем особой нет. Можно, конечно, его как-то оптимизировать, сделать перекор не универсальным, а частичным, но это на суть дела не повлияет, по крайней мере, среди всех алгоритмов, которые мы знаем. Деликторы алгоритма, ну, говорят, что вот, может быть, здесь будет, там, не 2 в степени f, а может быть, там, 1,5 в степени f, но все равно такой специальный рост никуда не денется. Что такое NP? А NP – это класс тех задач, для которых есть переборный алгоритм, есть полинемиальный помещение, а NP – это переборный, переборный алгоритм. Ну, а что означает переборники? Ну, означает, что какие-то, вот, такие, вот, перебираем варианты. Но, если уж вариант фиксирован, то тогда уже можно запрендумяемое время сказать, подходит он или не подходит. Да, потому что, в принципе, задача может быть еще более сложная. Какая более сложная задача? Ну, например, там, кто выигрывает какой-то шахматной позиции, он или еще что-нибудь. Да, то есть тут, что данные пусть габельтоном очень легко проверить, да, что в данных шахматной позиции играют белые, это как-то непонятно, как проверить. Это сложная задача. Ну, соответственно, NP – это значит, сложная, но не слишком сложная, в которых, по крайней мере, переборный алгоритм есть. Заметьте, что для Эйлерово цикла или Эйлерово гутье тоже можно было использовать переборный алгоритм, да, то есть, если не догадались дату и теоремы, да, то все равно можно перебирать все пути. Правда, что не перестановки будут, да, потому что там повторяем эти вершины, но это можно считать перестановки ребер, да, можно считать перестановки ребер и про каждую перестановку понимать, да, являясь Эйлером путем или не являясь. Да и был бы вот такой переборный алгоритм. Но нам повезло, да, с Эйлером, не знаю, другого, но более эффективнее. В общем случае, можно сказать, что если есть преборный алгоритм, то есть перебор. Но это на самом деле тревиальное утверждение, потому что может такой переборный алгоритм, который на самом деле ничего перебирать не будет, со всеми вариантами делать одно и то же, а не просто проверяет, подходят они или нет, и, соответственно, сразу возвращает дайвинг. Вот для Эйлера пути так получается, красиво сказать, что надо перебирать пути. В общем, получается, что просто если есть преборный алгоритм, то можно его считать одним шагом перебора. И поэтому получается, что перебор там тоже есть. Так, хорошо, ну что, насколько понятно, что это вообще? Это у нас они не такие, наверное, все-таки еще кое-что можно сказать, в целом про картину, потому что это вот такая двоступенчатая картина. Значит, первая ступенька – это индивидуальная задача. Что вот там найти путь в графе, перемножить два числа, там и так далее. Следующая ступенька – это массовые задачи. То есть научиться, ну то есть не научиться, а вообще вопрос ставится, есть Эйлеров путь или нет в любом графе, или там, например, простое число или непростое, или еще что-нибудь. А третий уровень, на который ставится вопрос, это классы массовых задач, классы алгоритмических задач. Соответственно, В – это не класс алгоритмов, а это класс задач, для которых есть полимерный алгоритм. А Р, В – это класс задач, для которых есть переборный. И поэтому вот вопрос, это равный алгоритм или нет. В силу того, что мы знаем, что если есть полимерный, то есть и переборный, то вопрос получается обратно. Верно ли, что если есть переборный, то есть и полимерный. То есть верно ли, что есть некоторый универсальный способ перебор сократить? Вот в этом заключается задача. Значит, большинство исследователей верят, что ответ отрицательный. Нет такого способа сократить универсальный способ перебор. Да, в некоторых случаях, как следует, мы все вам везем, и мы знаем этот способ. Но никакого общего метода, меньше перебор нет. Так, хорошо, есть ли теперь вопросы? Перебор, насколько он может быть длинным? Вот N факториал. Это правильный вопрос. Размер перебора, в общем случае, может, чуть немножко больше, чем N факториал. Значит, размер перебора 2 в степени еще поленом от N. То есть может быть больше, чем такая простая экспонента, может быть, такая мягкая экспонента. Значит, почему именно столько? Ну, потому что смотрите. Значит, вообще, если у вас есть 2 в степени N вариантов, то тогда для описания одного варианта вам нужно N символов. Да, N битов. Ну, как минимум. Да, то есть если просто нумеруете все числа от 0 на 2 в степени N, то нужно, соответственно, N битов на типичное число. Если переборок на таком размере, то тогда уже нужно не N степени K символов записать один вариант. Ну, и тогда получается, что как бы на этом шаге проверки тогда, значит, алгоритм получает исходную задачу, которая была длина N, и еще получает номер вот этого варианта из перебора. И этот номер, он все еще поленомиальный. И поэтому получается, как бы один шаг перебора должен быть поленомиальным под длини его описания. То есть перебор описывается каким-то количеством битиков. Ну, один шаг перебора, да, один шаг перебора должен описываться вот таким количеством битов. А это означает, что всего вариантов перебора должно быть вот столько. То есть размер – это число шагов. Число шагов перебора должно быть такой экспонентный, чтобы описание номера шага было тем, что есть показатель. Все понимают, что N факториал – это не больше, чем N в степени N, а N в степени N – не больше, чем 2 в степени N квадрата. Ну, то есть, перебором на двум – это оценка на тот самый факториал. Да.